Всем огромный привет, мои дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Эля. Я сегодня хочу показать вам свой очередной небольшой заказ из компании Faberlic. Хотя, вы знаете, в этот раз он был такой вот большой, потому что сумма набежала больше трёх тысяч. И да, у меня ещё идёт автозаказ, поэтому нижнее бельё, которое я заказала, я вам тоже как-нибудь покажу. Но это, наверное, будет в каком-нибудь из влогов, да, последующих. Итак, каталог выглядел вот таким образом. Здесь было очень много новинок уходовых, да, для лица. И я кое-какие новинки, конечно же, заказала, тем более у нас разыгрывались карточки «Твой бонус». Я несколько карточек использовала, то есть я их активировала, и больше половины я не стала активировать, потому что там были скидки 40%, 45%. Я использовала в основном скидки 55%, и одна карточка была 60%. И у меня одна была бонусная карточка с подарком, представляете? Я классный подарок себе выбрала. Конечно, заказ меня порадовал, и в этом заказе даже я заказывала одежду. Компания «Фаберлик» мне прислали вот такой каталог. Это 15-й каталог. Я уже его пролистала, и некоторые новинки уже для себя отметила. Поэтому обязательно буду делать заказ по 15-му каталогу. А пока что мы его поставим вот так вот. Пусть он там стоит, да, очень красивенький каталог. Итак, у меня здесь с собой чек. Я, наверное, буду подсматривать и буду вам говорить, что и во сколько мне это всё обошлось. Итак, сначала, наверное, с одеждой, да, начнём? Потому что одежду я заказывала не для себя. Одежду заказывала для своего сына. Всё-таки, как бы, я не могу, да, не заказать для своего сына одежду или что-нибудь, потому что я и в других интернет-магазинах ему тоже заказываю. И вот «Фаберлик» тоже в очередной раз заказал вот такое вот поло. Вы знаете, всё-таки у меня вот мысли про сына, такое ощущение, как будто он вот рядом со мной, и я для него заказываю одежду. Наверное, я, как любая мама, буду ему посылать посылки, я так думаю. Просто, как бы, это невозможно устоять перед этим, перед этим желанием позаботиться, да, о своём чаде. Вот у меня вот такое вот желание. Итак, я заказала для своего сына лёгкий трикотажный джемпер с воротом пола, с длинными рукавами для мужчины. Я ему звонила и спрашивала у него, хочешь ли ты, чтобы я заказала. Он такой, ну, не знаю, если хочешь, закажи. И он у меня там похудел, мой бедненький мальчик, похудел он килограмма 3 или 2, поэтому я ему заказала 44 размер. Я заказала цвет «Тёмный изумруд», потому что ему этот цвет очень нравится. Артикул 190768. Здесь в составе стопроцентный хлопок. И посмотрите, какой оттенок до меня доехал. Это просто такой глубокий, очень красивый оттенок. Я прям, знаете, в шоке осталась. Очень красивый оттенок. Это действительно стопроцентный хлопок. Вот так вот он выглядит. Здесь немножко мята, конечно, но это ничего, можно будет отгладить, прогладить. Я думаю, что на моём сыне она будет выглядеть очень классно. Я сфотографировала вот эту вот рубашку и отправила своему сыну. Она ему очень понравилась. Сейчас я вам скажу цену. Итак, лёгкий трикотажный джемпер с воротом пола мне обошёлся в 559 рублей с моей скидкой. А скидка у меня была, по-моему, 20%. И следующую вещь, которую у меня заказали. У меня коллега, девочка, которая со мной работает, да, она увидела на мне водолазки, в которых я хожу на работу. И она такая говорит, откуда ты взяла? Я говорю, конечно же, Фаберлик. Она такая, о, ты мне тоже, пожалуйста, закажи. Я ей дала каталог. Она выбрала для себя водолазку в таком тоже, кстати, в зелёном, в изумрудном оттенке. Сейчас я вам покажу, как же эта водолазка выглядит. Это, кстати, новый оттенок. Написано, что это новый оттенок. Оттенок зелёный. Сейчас мы сравним, подходит ли оттенок на самом деле. Да, посмотрите, как похожи оттенки. И да, вот этот оттенок зелёного она заказала. Водолазку она заказала в размере 42-44. Она немножко меньше, чем я. Я для себя заказываю водолазки в размере 44-46. А она заказала водолазку в 42-м размере. Вот такая она, какая-то такая маленькая пришла. Но я думаю, что она ей будет как раз. И оттенок тоже, конечно, очень красивый такой. Зелёный, не ярко-зелёный, даже не изумрудный, а такой припылённый зелёный. Если можно так, да, обозвать такой оттенок. Сейчас я вам скажу, сколько стоила эта водолазка для моей коллеги. Водолазка стоила 639 рублей. Размер S 42-44. Следующее, что я заказала по 14-м каталогу, там была моя любимая акция. И там были вот такие бальзамчики по очень низкой цене. По-моему, 59 рублей стоил один бальзам. Это мой самый любимый бальзам во все времена, да. Это значит антивозрастной бальзам, артикул 45-70. Я заказала два. Хотя у меня ещё, кстати, лежат в запасниках, но я решила, что они мне нужны. И самое интересное, давайте я вам расскажу, что же я заказала себе в подарок. По бонусным карточкам за 1 рубль, да, по-моему, этот подарок. Я заказала вот такое масло для тела, представляете? Это просто как бы бесплатно. Артикул такого крем-масла 86-42. Я уже пробовала нанести это масло на свои ножки после бритья. Ой, очень классный аромат. И оно вот такое вот густое. Действительно очень хорошо подпитывает кожу. Я бы сказала, что вот это вот крем-масло даже слишком жирное для меня, потому что у меня кожа не сухая. На теле у меня кожа нормальная, а вот на лице кожа у меня склонная к жирности, поэтому, не знаю, может быть, сестрёнке своей отдам, потому что у неё кожа сухая. Ей прям вот идеально подойдёт. Но, конечно, за бесплатно получить такой продукт я была очень довольна. Следующее, что я заказала, тоже использовала бонусную карточку. У меня совпала скидка в 55%. Я могла выбрать средство по уходу за лицом. И я выбрала вот такой свой любимый крем. Это мой самый любимый крем Фаберлик. Артикул 1078. Крем для лица и шеи. Круговая пластика. Здесь всего лишь 30 мл. На данный момент я таким кремом пользуюсь. Я начинала пользоваться кремом с кислотами. Да, вот эта новинка. Но у меня как-то вот здесь вот какая-то бяка вылезла на переносице. И очень долго проходила. Я испугалась, подумала, что это реакция на кислоты. И перестала пользоваться кремом и лосьоном с кислотами. И перешла вот на такой крем. И заказала себе про запас ещё один крем. И ещё у меня была бонусная карточка со скидкой в 60% для ухода за кожей лица. И я выбрала вот такую вот ночную маску. Это новинка. Такой вот упаковочке. Очень такая стильная, красивая упаковка. Это серия Эксперт. И у меня артикул 29.93. Кстати, упаковка была не зафольгирована. Я удивилась. Потому что, когда я заказывала такую маску из серии Платинум, она была полностью зафольгирована. И здесь, по-моему, тоже очень маленький объём в 30 мл. Но посмотрите, какое оформление. Очень классное. И здесь, знаете, оформление такое же, вот как в той ночной маске из серии Платинум. И вы знаете, когда я заказывала такую ночную маску, я очень боялась. Потому что вот из серии Платинум, да, она мне очень нравится, эта маска, да, ночная. Но, когда я её наношу, у меня вокруг носа купероз и очень чувствительная кожа, вот вокруг носа, на подбородке. И вот эта ночная маска из серии Платинум, она начинала мне прям вот сжечь, печь вокруг носа, на подбородке. И это происходило вот, когда только нанесу, и в течение минуты, наверное, я чувствовала такое вот сжение. И вот это мне совершенно не нравилось. И я вот боялась, что вот эта ночная маска тоже так же вот подействует на мою кожу. Но нет, мои опасения были напрасны, потому что вот эту маску я вчера уже наносила на ночь. И ничего подобного я не испытывала. Эта маска хорошо впитывается, не оставляет вот этой вот плёнки жирной, да. И чувствуется, что она хорошо увлажняет и хорошо подпитывает кожу. Сейчас я прочитаю, что же заявлено, как должна действовать эта маска. Это вот третья ступень, я так поняла. Вот в этих ступенях абсолютно ничего не понимаю. Вот это первая ступень. Вот это вторая ступень. А вот это уже третья ступень. И здесь написано, что в этой маске содержится пептидный комплекс, который восстанавливает кожу, питая и заряжая её энергией. Кстати, вот подпитывание тоже я почувствовала. И написано, что содержится высокомолекулярная гиалуроновая кислота, которая позволяет закрепить эффект всех средств, применяемых в течение дня, предотвращая иссушение кожи. Сейчас я вам скажу, во сколько же мне она обошлась со скидкой в 60%. Итак, восстанавливающая ночная маска для лица Экспир мне обошлась в 416 рублей. 416 рублей это учитывая 60% скидку, а без скидки она стоит 999 рублей. Да, цена, конечно, не бюджетная, но мне эта маска понравилась. Я, конечно же, в пустых баночках вам поподробнее про неё расскажу, но пока она мне очень понравилась и оформление, и действие, и как она наносится. Она такая средняя, не очень плотная и не очень жидкая, да, можно сказать. Прям очень мне понравилась. Я рада, что я её заказала. Следующее, что я заказала, тоже по бонусным карточкам. У меня была скидка в 50% на любой аромат. Я уже давным-давно заглядываюсь на аромат, который называется «Бамонт». Вот в такой упаковке пришёл ко мне этот аромат. Это парфюмерная вода для женщин. Артикул 3031 называется «Бамонт 50 мл». Вы знаете, когда только вышла эта водичка, я приобрела пробник. Не помню, то ли мне в подарок положили, то ли я этот пробник покупала, заказывала. Но я была знакома с этим ароматом, и я знаю, что этот аромат очень стойкий. Очень стойкий. Я знаю, что этот аромат пудровый, я знаю, что этот аромат сладкий. Тем более, цена со скидкой в 50% была очень такая бюджетная. Итак, парфюмерная вода для женщин мне обошлась в 576 рублей со скидкой. И, вы знаете, я решила её заказать, потому что я знала, что этот аромат очень богатый, очень насыщенный, и он такой зимний, густой аромат, аромат специй. Вот как раз у меня вот такое, наверное, сейчас на данный момент настроение, что я хочу вот вдыхать этот аромат. И когда я вчера получила заказ, нанесла этот аромат на запястье, и даже после вечернего душа, представляете, я ощущала этот аромат на своём запястье. Он очень стойкий, пудровый, здесь много специй. Сейчас я посмотрю, какие же ноты здесь заявлены в каталоге. Здесь заявлены ноты шафрана, сандала, то есть это, да, специи. Это фруктово-древесный аромат с мягкими пряными нотами. Я думаю, что этот аромат не подойдёт молоденьким девочкам. Этот аромат для женщин после 30, даже, наверное, для женщин после 40. Но я думаю, что этот аромат может быстро надоесть. И пока что я им пользуюсь, вот второй раз, да, сегодня я нанесла этот аромат. И если что, если только он мне надоест, потому что я чувствую, что он может надоесть, я этот аромат отдам своей маме, ей очень понравится. Потому что это водичка как раз вот для таких вот уже взрослых женщин. В принципе, я довольна своим приобретением. Тем более, цена в 500 рублей для такого стойкого, классного, такого богатого аромата. Мне кажется, это вообще копейки. И следующее, что я заказала в 14 каталоге, была очень хорошая цена вот на такую новинку для волос. Это маска для волос, серия Эксперт. Маска для активного питания волос с аминокислотами. Технология питающий уход написана. Это новинка, кстати говоря. Артикул 8363. И написано, что это маска для всех типов волос. Сегодня я ее наносила в первый раз и держала ее где-то 15 минут. Ее нужно держать, я не знаю, ну, наверное, минут 5, да, надо держать. А, нет, даже написано, держать 1-2 минуты. Но я ее продержала минут 15. И не потому, что я там специально ее держала, сидела. Нет, просто я как бы занималась пока своими делами. Прошло минут 15, это точно. И хочу сказать, что, вы знаете, когда смыла эту маску, я ничего сверхъестественного не почувствовала. Но вот волосы сейчас вот у меня выглядят вроде бы как обычно. После обычного моего бальзама, но может быть это эффект, конечно, накопительный. Посмотрим. Я, конечно же, в пустых баночках вам все поподробнее про нее расскажу. Здесь было, значит, зафольгировано это все дело. И вот так вот эта маска выглядела. Она, кстати, очень красивая. Она с блесточками внутри. И пахнет, она пахнет фруктами, ягодами. Фруктовым каким-то джемом пахнет. Очень приятно. И да, здесь внутри есть такой вот шиммер. И эта маска, да, такая красивая. Она такая густая. И вот видите, стекает очень медленно. Маска для активного питания волос. Но, в принципе, у меня волосы выглядят нормально, более-менее. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Следующее, что я заказала, если мы начали уж про волосы, да, я заказала вот такую новинку. Это, по-моему, новинка 13-го, да, каталога. Стойкая питательная крем-маска из серии Ботаника. У меня очень много девочек спрашивают, Эля, скажи, какой ты оттенок краски берешь? Я всегда беру, знаете, такие оттенки, типа горький шоколад, темный каштан, золотистый каштан я могу взять. И в этот раз я взяла горький шоколад 4.0. Но мне, в принципе, уже пора, наверное, покрасить свои волосы. Я не обещаю, что я, как бы, покрашу волосы в ближайшее время, потому что этот процесс у меня может затянуться на месяцы просто. Вот внутри, я даже, кстати, не смотрела, что находится внутри. Внутри вот такой вот пузыречек, вот такой пузыречек внутри. Кстати, все такое очень жиденькое, я смотрю. И внутри еще находится вот такая ухаживающая маска после окрашивания. 10 миллилитров. И, конечно же, маленькие перчатки. Как только я покрашу свои волосы, я про эту краску расскажу вам в пустых баночках. А может быть, в каком-нибудь из влогов обязательно вам ее покажу. Следующее, что я заказала, вы знаете, насмотрелось видео, и девочки очень хвалили вот такую кисть. А это новинка, кстати. Не помню, новинка или 13-го, или 14-го каталога. Это вот такая кисть для растушевки карандаша и теней. Очень маленькая такая. Вот, посмотрите, я сегодня ею пользовалась. Она грязная, не обращайте внимания. Очень мне нравятся вот ручки у Фуберлик. Они такие длинненькие и такие увесистые, не дешевские. Я заказала вот такую кисть. Она пришла вот в такой вот упаковке, артикул 116-21. И я немножко была, как бы, ну как сказать, расстроена, наверное, да. Потому что очень жесткая, прям такая, знаете, щетина. Щетина так щетина. Я думала, она будет более мягкой. Сегодня уже наносила этой кистью на нижнее веко тени. Действительно, вот этой вот жесткой щетиной можно растушевать, наверное, любой карандаш. Любой карандаш любой жесткости. Но тени нанести вот этой вот жесткой щетиной, как бы, мне кажется, это нереально. Но я как бы не в восторге осталась от этой кисти, если честно. И, наверное, последнее, что хочу вам показать. Я заказала новинку декоративной косметики 14-го каталога. Серия, которую представляет Мария Уэй, выпустила жидкую подводку для глаз. 6,5 мл в трех оттенках. Экстра черный, который я заказала, темно-коричневый и перламутровый синий. Я заказала в черном оттенке. И, если вы заметили, да, сегодня у меня стрелочки. Когда я начала наносить вот этой подводкой стрелочки, я очень боялась. У меня прям вот руки дрожали, потому что я на 99% была уверена, что я испорчу сейчас свой макияж. Что у меня не получатся стрелки. Но, к моему удивлению, стрелки более-менее получились. Вот, посмотрите. Вы можете наблюдать, да, что они практически ровные. Ровные стрелки. Вот такой подводкой. Так как у меня получились стрелки, я очень надеюсь, что эта подводка не будет трескаться и крошиться, как та подводка, жидкая подводка от Фаберлик, которая всем нравится почему-то. Вот, помните, вот эти жидкие подводки из серии Skyline, по-моему, да? Они, да, они классные, но они наносятся очень толстым слоем, особенно вот темные оттенки, черные, коричневые. И они на моих глазах начинают со временем крошиться. Крошиться такими кусочками. То есть, если вот кусочек отвалился, да, подводки, то вот видно, что кусок подводки отвалился у тебя под глаза. А вот эта подводка, я вот смотрю, сейчас нанесла на руку. Она не растекается. Это действительно черный оттенок. Наносится не таким вот толстым слоем. Она наносится таким нормальным, средним слоем. И я вот растягиваю эту подводку, да, на своей руке. Не трескается, не растекается. Именно вот эта консистенция удачная. И посмотрите, какие у меня стрелочки с ней получились. Стрелочки мне понравились. Сегодня я, когда сделала, нарисовала стрелки, такая, фуф, и выдохнула. Наконечник фетровый. Его можно, наверное, назвать фетровым наконечником, потому что он не такой жесткий. Он немного гнется. Если вот, если вы увидите, то вот этот фетровый наконечник, он гнется. Я бы назвала это фетровым наконечником. Самый конец, он тоненький, но вот потом сразу такое утолщение идет. Я бы сделала немножко тоньше, конечно, чтобы был такой плавный переход. А так, да, подводка неплохая. Она со скидкой, по-моему, получилась меньше 200 рублей. Жидкая подводка мне обошлась в 183 рубля. В принципе, вот и все. Это весь мой заказ. Для тех, кому интересно, что же у меня на губах. Если, конечно, вы досмотрели мой заказ до конца, вы просто мои богини. Кто досматривает видео до конца, кто смотрит все видео, это просто уникальные люди. Я могу вам сказать. И для тех, кто досмотрел мое видео до конца. А я посмотрю в комментариях. Кто спросит, что у меня на губах, значит, те люди не досмотрели меня до конца. Я вас запомню. У меня на губах, значит, стойкая помада. Тоже от Фаберлик. Стойкий поцелуй, по-моему, эта серия называется. Артикул 4643. Я не знаю, сейчас представлена эта помада или нет. Но некоторые оттенки еще продаются. И еще раз говорю, что артикул 4643. Стойкая помада. Очень классная. Особенно для видео. Она так эффектно смотрится. Вот такой вот нюдовый оттенок. Вот такой красивый. В этой помаде есть такие мелкие-мелкие золотистые блесточки. Которые, кстати, мне нравятся. Но она матовая. И я контур подвела вот этим карандашом. Это тоже карандаш от Фаберлик. Это еще старая версия. Артикул 4329. Он, по-моему, называется какой-то натуральный, что ли. Очень классный карандаш. Я этот карандаш обожаю. Вот этим карандашом я немножечко сделала контур. Вот. Кто досмотрел мое видео, вы узнали, что у меня на губах. В принципе, вот и все, мои дорогие. Мне больше вам нечего сказать. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Если вам понравилось, обязательно поддержите меня лайками. Обязательно напишите мне комментарии. Любой комментарий. Хороший, с критикой, средний. Вот все, что захотите, мне пишите. Потому что я просто обожаю читать ваши комментарии. Не всем, конечно, я успеваю отвечать. Но я все комментарии читаю. Вот все, все, все. До единого. Если даже я не отвечаю, знайте, я этот комментарий прочла. Спасибо большое, что вы досмотрели мое видео до конца. Я вас всех очень люблю и всех целую. До скорой встречи.